Друзья, всем привет! Вот такие у нас сегодня дивные виды. Роскошное, утро доброе, серпантинная горная дорога, кристально чистая вода, вкуснейшая вообще с речки. Очень вкусная вода. Я вот разбираюсь немного в воде, во вкусах воды, потому что я очень много воды пью. И вы никогда в городе из-под крана такую воду не найдете. Это вот только где-то в горном роднике, где-то в речке можно найти такую воду. Мы, в общем, выспались. Мы сегодня идеально. С 10 до 10-12 часов проспали. На свежем воздухе, прохлада, речка шурчит, птички поют. Вообще никого рядом не было. Только под утро начали приезжать всякие велосипедисты, те, кто гуляет просто. Но у них легковые машины, они не могли туда проехать. А вот и джиперы тоже здесь собираются с немецкими номерами. Вот. Или они уже возвращаются. Это все немецкие номера. Они, видимо, на джипах ездили в джипах тур по Италии. Вот такие вот места, они мне, конечно, по душе. Я очень люблю вот такую природу, где речки, зелень, где вот этого эмигрантства нет. В сумасшедшем количестве горы и вода повсюду. А на побережье вообще летом делать нечего. В Венеции вообще делать нечего. И вот на велосипедах люди путешествуют. В общем, как в раю. Вот мне в Италии понравилось только два места. Это вот эта местность, которая возле Альпы. Она вот отсюда начинается. Сейчас здесь уже уголок Италии. И туда идет в ту сторону, на запад. Далеко она идет, вот этот. Альпы они далеко на самом деле идут. Хребет вот этот. И, собственно, побережье вот Амальфи, там тоже мне очень понравилось. А вся остальная Италия, я вот просто хотел бы побыстрее, быстрее думал, как быстрее проехать, как быстрее проехать. Сейчас мы едем дальше. Там по берегу реки едем. Вот она на карте очень большая. Но там остался ручеек. 2-3 метра шириной. И вообще не глубокая по колено. На машине ее даже переехать можно. А мы едем там, сейчас 50 километров отсюда. Есть горное озеро, очень красивое. Там такие красивые фотографии. На самом деле в этих местах снимают, снимали многие фильмы про Джейнс Бонда. Они любят красочные места такие выбирать. 12 друзей Ушина, там еще какие-то. Это все вот здесь, вот в этой части. Ну, на запад, если поехать. Там озера есть. Ну, мы, в принципе, едем, как бы все будет похоже. Слева течет речка. И периодически вот платная дорога, они пересекаются платная, бесплатная. Но если вы там поедете, вы особо большой разницы не почувствуете. Потому что бесплатная дорога здесь тоже достаточно широкая. Две полосы, но здесь практически никто не ездит, только туристы. И покрытие нормальное. Ехать можно вообще смело. По расстоянию они одинаковые. Вот она А-23. Единственное, то, что у нее больше туннелей, она более ровная. И там вы можете ехать быстрее. Ну, здесь 90, там 120. Ну, какой смысл ехать быстрее, если вы как бы наслаждаетесь путешествием, наслаждаетесь видами, природой. Вы, наоборот, хотите ехать медленнее в таких случаях. Здесь выше мы поднялись. Здесь река прям уже крупная на самом деле. И вот вы будете здесь ехать 50 километров. 50 километров будет вот такая красота. Вот такие горы. Очень красиво. Зеленые, желтый камень. Ну, периодически тоже туннели встречаются. Постоянно у нас пересекаются дороги. Платная магистраль. Она там из металла в некоторых местах сделаны, мосты. Ну, она, конечно, крутая. Ну, просто я как бы не вижу никакого смысла по ней ехать. Вы здесь можете 90 ехать. Широкая, ровная. Без ям, без выбоем. И периодически можно остановки делать. Через маленькие деревушки проезжать. Вот в таких кармашках задерживаться, останавливаться. И речка прям рядом. Любоваться видами. Зелени очень много. Вот. Ну, платная магистраль, она, конечно, более ровная, более широкая, более безопасная. Больше там мостов и так далее. Зато здесь вот встречаются вот такие вот деревушки. И много мест, где вы можете на автодомах припарковаться. Большие стоянки есть. Ну, и здесь абсолютно безопасно путешествовать, потому что здесь, как мне кажется, жуликов вот этих дурацких нет. Вот она туда в туннель пошла через гору. А мы сейчас будем эту просто гору чуть-чуть по крашку объезжать возле речки. Ну, ничего страшного. Я никуда не спешу. Расстояние, в принципе, одинаковое. Поэтому никакого смысла туда лезть нет. Вот здесь можно было под мост туда спуститься. Видимо, прям к берегу. Или вот в деревню можно было заехать. Мостов очень много. Прогулочных маршрутов очень много. Посмотрите, какие горы красивые. А вот эта деревня, ну, деревня, либо городок небольшой. Поселение какое-то. Люди здесь живут. Прям вот в такой красоте. Здесь, наверное, уже около тысячи метров высота. Ну, спать вообще не жарко было. Воздух чистейший. Еще сейчас цветут все здесь растения в горах. Вода чистая, воздух чистый. Вот эти все ароматы. Кайф. Вот я прям здесь с удовольствием еду. А по той части Италии я прям ехал и плевался. На мотоциклах люди катаются здесь. Вот какой смысл ехать на море, если можно отдохнуть вот в таких местах летом. И не жарко, и кипиша нет вот этого морского. Вот она опять платная дорога. Мост. Гигантский мост. Через речку. Ну, она идет, в общем, максимально ровно, максимально прямо. Ну, в принципе, вот эта дорога, здесь тоже нет резких поворотов. Можно 90 нормально ехать. Просто там как бы можно 120 ехать. Ну, какой в этом смысл? Не знаю. Это если вы куда-то торопитесь, вам прям надо немедленно здесь проехать. Быстро-быстро. Но в любом случае, мы будем ехать примерно одинаково проедем. Горы очень красивые. И, скорее всего, на каждую гору есть трекинговый маршрут. Туда можно подняться. Мездодорожный еще мост. Не такой современный, но очень красивый. Это вот его сделали. А, сейчас он для велосипедистов. Надеюсь, остановка будет. Очень красиво. Видите, какие здесь красоты? А когда едете по платной дороге, конечно же, этого нет ничего. И здесь дорога прям по краю. Обрыва идет. Ну, укреплено все со всех сторон. Сетками все укреплено, закреплено. Видите, какие здесь. А у нас дорогу на Секуль не могут построить. Здесь целые трассы, целые развязки после рек. Причем дороги пересекаются. Одна дорога платная, одна бесплатная. Выбирай, какую хочешь. Ну, воистину здесь, конечно, прям итальянская Швейцария. Я такое видел во Франции, в районе Монблан. Там тоже примерно такие же Альпы красивые, такие же места красивые. Просто какая-то неземная красота. И чем выше мы поднимаемся, тем шире становится река, тем больше в ней воды. В этой реке на квадроциклах здесь ездят. Вот здесь вообще прям зелено все. Призелено. Там еще одна деревушка. Здесь прям много деревушек. Здесь все круто, за исключением того, что здесь зимой холодно. Вот, наверное, надо зимой, вот летом в таких местах жить, а зимой уезжать куда-то на море, когда там туристов нет. Там вон прям в горах. Белая какая-то. Или церковь, или еще что-то. Но здесь большая деревушка. Даже многоэтажные дома есть. Здесь круто. Но на самом деле. Красота. Дорога идет по мосту. То есть постоянный мост. Возвышенность такая. И горнолыжные курорты, естественно, здесь есть. Ну и периодически пересекаемся с платной дорогой. Здесь супермаркет. И много вот таких вот мест. Прям под соснами лавочки стоят. Возле дороги можно остановиться на пикник. Но место просто вообще суперское. Я вот еще сомневался ехать не возле моря в Словению или здесь. Вообще ни капли не жалею, что сюда поехал. Просто очаровательные здесь места. Я особенно люблю вот такие вот горные местности. Ландшафты горные, серпантины. Когда много зелени. Речки вот эти горные. Там возле моря вы вот так водичку не попьете. Здесь возле границы трех государств. Австрия, Словения и Италия. Есть город Трависсио. Здесь большой горнолыжный курорт. Есть заправки. Есть магазины, супермаркеты. Вот туда Австрия уже идет. Словения идет. СС-54 мы поедем. И здесь есть озера красивые. Очень много людей. Много туристов на велосипедах. Много приезжают на автодомах. Будний день. И прям все. Все забито. Ведь город забит. Но это самый крупный город в этом регионе. И здесь даже платные парковки есть. Интересно. Ну какое-то время можно бесплатно стоять. Но на целый день если захотите оставить. Но я думаю здесь смысла нет. Потому что если захотите подняться на телеферике. Там у них своя парковка. Куда-то зайти в магазин, супермаркет. У них тоже свои. А вот просто погулять если. То наверное тоже можно найти бесплатную парковку. Чуть подальше. Аншлаг в общем у них здесь. Решили здесь прогуляться. Заняться трекингом. Правда здесь с парковками. Придется парковаться. Вот в таких местах где-то. Либо на обочине. Я думал вот здесь поставить. В принципе вот здесь тоже можно было поставить. Ну поставил там тоже нормально поставил. Здесь тоже нормально. Можно было и здесь. И здесь можно было поставить. Есть ресторанчик вот такой у них здесь. интересный с мостиком. Прям речки. Шезлонги. Загорать можно. Лакан до Мальти. Еще у них пункт пропуска. Кому надо торвить все. В общем с машины берут 5 евро. С велосипеда 3 евро. И в общем он действует сутки этот билет. С автобуса 30 евро. Ну это как типа наверное эко-пост. У нас в Алмара-Сане. 5 евро не такие большие деньги. Мы просто решили прогуляться. Здесь один километр всего лишь. Мы прогуляемся. Посмотрим как люди живут. Себя покажем. Воздух чистый. Не жарко. Вода есть. Собственно вот так выглядят эти два озера. Здесь они ходят тысяча метров всего лишь. Высота вершин тоже тысяча метров. Тысяча двести метров. Вот. Разные трекинговые маршруты есть. Маршрут он вот так проходит. А люди те которые заехали они должны где-то найти себе место. И иногда возле дороги тоже так же паркуют как мы припарковали. И поэтому особо смысла не было даже сюда заезжать. То же самое получается. Поэтому люди все там ставили машины чтобы не платить деньги. И мы в общем шли и дошли вот до такого слива. Я так понимаю это соседа сливается здесь так вода. Чтобы рыбы не уходили. Вниз по реке вода таким образом здесь сливается. Вода здесь просто лазурная такая. Прозрачная. Так здесь по-моему нельзя купаться. Но она очень красивая. Даже в море не всегда вот так встретишь. Вот с видом на горы вот так вот. Какое очарование. Благодать. Услада для очей. Рыба вон форель. Здесь еще утки плывут. Они понимают видимо что у нас еда. И плывут сюда. У нас кстати есть рыбка соленая. Но здесь им вообще кайф. Я бы сейчас с удовольствием сам бы как утка туда нырнул бы. Очень красиво. Просто невероятная какая-то красота. Поистине Швейцария. Еще утки. И вода во всем озере просто прозрачная. Идеально. Я так понимаю они эту воду используют для того чтобы пить потом. В последующем. И скорее всего здесь нельзя не купаться. И ничего такое делать. Вот уткам только разрешено плавать. А хотя нет. Вон там дети полезли вроде в воду. Но очень красиво. Вон друзья форель. Пол метра наверное. Просто вот так вот плавает здесь в этом озере. Вот озеро. Вот форель. Красота. Здесь всем раздолье. Приносят сюда пикники всякие разные делают. Приносят с собой еду, напитки. И вот спокойненько вот так тихо, мирно отдыхают. Никто голос не повышает. Никто не буракозит. Сидят пьют пиво. Ну спокойненько вообще. Не слышно, не видно никого. Как будто боятся разбудить кого-то. Вот пришли поспать люди на лежачках. Салаты принесли. Молодцы европейцы. Умеют отдыхать. Умеют работать, умеют отдыхать. Кто-то похож на наше большое Алматинское озеро. Только одно отличие. То что наших перестали. Вообще и туристов пускали к нашему озеру пускать. Потому что люди приходят, мусорят, рыбу ловят. Там бросают, загрязняют атмосферу. А здесь вот спокойненько пришли, тихонечко. Как будто в гости к себе. И отдохнули и пошли дальше. Наверное рай для рыбаков. Вот так вот приехать, видеть как рыба плавает. Как ее можно поймать. Ну естественно, никто этим не занимается здесь. Друзья, мы дошли до второго озера. Оно не такое прямо очаровательное, как то. Но тоже красивое очень. Утки голодные. Просят покушать. Здесь намного ближе горы. Ну и вода тоже прям чистая такая, прозрачная. Скала у них здесь вот такая, отвесная. И они по ней карабкаются здесь. Страховочные анкеры закреплены. И кто хочет, может вот так залезть туда. На самый верх. Метров, наверное, 20 высота. Нужно отметить, что у них здесь вот предусмотрены туалеты. Здесь туалеты, там тоже я туалеты видел. А в Венеции в 10 раз или в 100 раз больше людей на квадратный метр. И ни одного туалета нет. Подъезжаем к границе со Словенией. Вот на навигаторе уже можно увидеть. Его Google показывает. Италия нам пишет. Аревидерчи уже. Ну здесь в принципе все рядом. Это буквально 5-6 километров от озера. И вот уже написано, что через 500 метров входит Словения. Она тоже входит в Евросоюз. Вот я уже вижу пункт пропуска. Там люди спокойно вообще проезжают. Даже никто не задерживается. Даже не притормашивает никто. По всей видимости там никаких проверок не будет. Да, вот граница. Единственное, скорость до 30 надо сбросить. И все. Титифри-шоп есть. Магазин беспошлиной торговли. Ну и все, собственно. Мы находимся в Словении. Вот они уже ограничения по скорости. Правила обязательно, которые нужно выполнять. Заправка. Сейчас посмотрим, сколько топлива стоит в Словении. Радио Словении 96,8. О, а топливо-то здесь гораздо меньше стоит. Полтора евро топлива здесь стоит. Интересно, почему? В Италии два, а здесь полтора. Хорошо, что я не заправился. Вон там уже в славянских нарядах народных. Нарядах народных. Ну, ландшафты, в принципе, похожие. Есть реверсивное движение. И, скорее всего, здесь размыло дорогу. Потому что в Словении много где размыло дорогу. Я смотрел по гуглу. И, в общем, мы пересекли границу. Там, даже вот в этом пункте пропуска, в этой будочке, даже вообще ни одного человека, ни одного пограничника не было. Первое, что бросается в глаза, это то, что очень много стоянок таких, в кармашках, где можно припарковаться, переночевать, прям вот на природе. Вот, типа, таких, как слева, только по большему сейчас видели. Ну, и как-то у них здесь, наверное, все уже по-простому, по-нашему. Ну, в то же самое время так все зеленое, чисто, уютно. Многие слова, написанные на славянском, мы понимаем. И, как бы, ну, исторически вообще славянский язык, это как бы славянский язык. И, согласно сведениям с интернета, выходцы, древние жители Словении, ну, кто сюда именно пришел, они вот именно с Черного моря, откуда-то с Казахстана, вот, такие сведения есть, что были переселения, и, ну, люди оказались с тех регионов, как на Балканском полуострове. И еще мы читали, что во время Второй мировой войны здесь был, в общем, предводитель, правитель Словении, и он договорился с Гитлером, что он будет ему помогать, его поддерживать, и территории предоставлять, и вообще. И через несколько дней его свергнули. Ну, поднялся мятеж и убрали импичмент этого. Владыку убрали, и пришел другой, и, в общем, они на стороне Советского Союза против немцев воевали. Очень-очень у них здесь симпатично, нужно отметить. И, по всей видимости, бюджетно, потому что, ну, вот я вижу, топливо стоит полтора евро всего лишь. Это на 20% ниже, чем даже больше. Нормально, в общем. Намного ниже, чем в Италии, во Франции, и места такие красивые. И сама Словения тоже такая уютная, компактная, небольшая. Ну, сейчас будем смотреть. Интернет у нас здесь работает, еще испанский до сих пор. Я думаю, до Болгарии, до Турции мы с ним доедем. Ну, и у нас еще роуминг в каждом телефоне, поэтому нормально. Да, может быть, они здесь живут намного скромнее, чем в других странах Евросоюза, но у них здесь прям все так чисто, уютно, опрятно, ухоженно. И посмотрите, горы какие красивые. Они прям такие скалы, острые, идут вверх. И просто что-то невероятное. Я таких горных, красивых, скал, вообще, наверное, нигде не видел. И везде, видите, есть дорожки для велосипедистов. А вот, вот так он на этом. Колесар на колеса пути. Возим лахку. Ну, возим, провозим, возим по... В общем, можно уловить, наверное, общий смысл, если вдуматься. Но горы это просто нечто. Там какой-то водопад невероятный. Прямо с скалы вода течет. Здесь еще много гендинга. Ну, Словения, да, она такая страна интересная. Мы начали спускаться, и там вниз мы оказывается в ущелье здесь едем между двух таких горы, Альпы, луга, поля, зелень. Вообще красота невероятная. Просто удивительно завораживает дуку. Очень красиво. так мы друзья едем, вот сколько проезжаем населенных пунктов. У них, во-первых, с дорогой там многокилометровая рядом идет велодорожка такая, велотрек. И со своими мостами тоже через речки, с туннелями этот велотрек идет очень длинный. И плюс ко всему еще очень красиво. Очень красиво так все чисто, опрятно. Ну, наверное, все вот эти страны, все вот эти места, которые находятся где-то рядом с Альпами, они примерно одинаково выглядят. Вообще, на самом деле, Словения была намного больше раньше, но в свое время, я думаю, после мировой или во время мировой войны, Италия, Австрия, Венгрия, она захватила кое-какие территории и, в общем, стало Словением меньше из-за этого. А так, вообще, сама по себе страна красивая и врата, скорее всего, там какие-то врата. И, значит, у них здесь религия 50 на 50, 50 процентов католики, 50 процентов православные. Ну, как здесь красиво, за каждым поворотом вот мы просто едем, и горы, и дорога, и вообще все красиво. Я даже не знаю, что круче, куда смотреть. Многие слова похожи на русский, похожи на на русский язык, и я не знаю, с чем это связано. Наверное, все-таки корни у нас похожи со славенией где-то пересекаются. Население славенией всего лишь 2 миллиона человек, и ну, они здесь используют латыницу, все у них, номера, все, все как, ну, я думаю, это связано с тем, что они в Евросоюзе, и просто, чтобы друг другу легче понимать, друг друга легче понимать, они поэтому все латыницу используют. Латини, латиницу, латыни, латыницу, вот. Мы сейчас едем в сторону мегаполиса, час ехать до Любляны, заедем по пути замки, посмотрим. Ну, пока мне страна нравится, я не знаю, может быть, конечно, у меня сейчас в Любляне мое мнение изменится, но пока прям я кайфую. И природа здесь красивая, и люди какие-то такие, все спокойные, без суеты, едут тоже все спокойно, никто никуда не торопится. Здесь две дороги ведут в Любляну, одна магистраль вот эта вот, мы под ней сейчас проезжаем платная, одна бесплатная, по которой мы сейчас едем. Но я думаю, здесь скорее всего немного стоит проезд по платной магистрали, здесь дело даже не в этом, я просто хочу посмотреть, понаблюдать за видами. это итальянец хочет быстрее в Любляну. Друзья, там произошло ДТП с мотоциклистом, сразу приехало несколько полицейских машин, несколько пожарных машин, приехали медики сразу, в общем четко они сразу здесь это все отработали. так вот друзья, выглядит Альфа здесь, мы сейчас вот сюда едем Блэд, там есть озеро и замок есть вот сюда по-моему, а здесь их куча целая этих замков, вот так вот собственно выглядит это озеро Блэд, очень большое озеро, но оно ничего общего не имеет с тем озером, где мы были, и нельзя здесь купаться, самый минимальный штраф, пикники нельзя делать, купаться нельзя, на велосипедах ходить нельзя, там еще что-то, самый минимальный штраф 200 евро, вот так вот, вон Словения сразу, сразу тут же, и оно по-моему не такое чистое, как то озеро, в котором мы были, в Италии, со стороны Италии, хотя нет, вода прозрачная тоже, ну как бы купаться нельзя, и вот с той стороны там вообще пробка страшная, здесь отель есть, ну наверное если у вас много времени, вы можете сюда приехать, погулять, посмотреть, ну не могу сказать, что оно прям капец какое крутое, роскошное, там горнолыжная трасса, здесь конечно очень развита инфраструктура очень сильно, не знаю, мы наверное дальше сейчас поедем влюблян, парковка еще здесь каждый час 3 евро стоит, это примерно как где-то в Монако или я не знаю, где-то в той области, короче мы пытаемся выехать, тут вообще нам навстречу такая толпа людей, мотоциклисты как всегда по встрече едут, вроде бы можно купаться с какой-то части озера, но я даже не знаю, там еще на острове у них замок и потом наверху есть замок ну в общем я так понимаю, что здесь возле возле озера нигде не встать и даже рядом с озером нигде не встать поэтому мы наверное будем уезжать потому что сегодня праздник в Словении выходной день и поэтому все сюда решили приехать покупаться вот здесь какой-то пляж или еще что-то типа этого просто битком забито вся набережная и я даже уже здесь не знаю где можно припарковать и нельзя красивое озеро конечно но прохладно около 20 градусов температура а там на скале крепость или монастырь что-то типа замок 10 века замок вот люди вот так хотят парковаться ну ладно пусть паркуются мы проедем пока раз они хотят парковаться битком все просто битком забито я даже не знаю сколько здесь человек кто-то купается да в общем мы будем сейчас искать выход ошибочно заехали посмотреть что здесь как на этом озере и здесь из по крайней мере трех возможных дорог функционирует только одна и здесь сколько километров пробка я не знаю они движутся 4 километра в час и она очень длинная и вообще непонятно как здесь люди будут выезжать проезжать когда они все дома окажутся короче мы думали заедем посмотрим я еще так не хотел ехать прям как чувствовал и в общем заехали а выехать не хотим стоять в этой пробке будем там сейчас где-то в горах искать себе дом к счастью мы можем спать вообще в любом месте где захотим и когда захотим даже вот здесь а вот этим людям надо сейчас ехать как-то домой и они вообще никуда не спешат мы сейчас были в макдональдсе а там женщина заехала и заказала много разных заказ сделала и стоит деньги считает в машине там уже пробка образовалась все стоят ждут а она там 50 евро или сколько по одной копеечке по 50 центов по 20 центов отсчитывает потом забрала пересчитывает потом опять отсчитывает потом это все поехала начала запирать забрать не может некуда ей поставить это и в общем у них это нормально еще друзья у них сегодня кроме вот такой вот пекарни больше ничего не работает и все люди соответственно туда идут на второе озеро тоже большой поток машин людей ну хотя бы сейчас хлеба возьмем хотя бы с голоду не помрем доехали до второго озера здесь собственно по сути все то же самое все то же самое парковка только на специальных платных парковках и парковки эти специальные платные только до 9 часов работают я вот сейчас здесь пытаюсь понять где вообще вот эти все караванеры собрались спать потому что их здесь очень много и некоторые парковки до 6 утра работают я конечно могу в 6 утра проснуться но не знаю сомнительное короче говоря удовольствие это озеро второе чем-то похоже на наш кольсай тоже такое высокогорное озеро в горах не знаю сейчас если мы здесь парковку найдем может быть останемся если нет то поедем все таки в сторону Багляны потому что здесь что-то как-то много людей а где всем парковаться я не знаю ну красиво конечно очень красиво и вроде бы как бы можно купаться не знаю некоторые люди купаются короче и вода не такая холодная видимо прогрелась здесь какой-то дурдом творится вот это вот справа люди живут поставили палатки то есть они приехали сюда в лес на это озеро и я сейчас по букингу посмотрел одно место такое вот просто палатку поставить стоит 60 евро ну может быть не прям здесь но похожая короче говоря похожий балаган такой же может быть тоже на озере или еще что-нибудь и вот 60 евро они платят просто за кусок земли 2 на 3 метра чтобы чтобы там поставить свою палатку и вот с умными мордами вот так спать здесь на берегу озера ну это по сути круто конечно но я не знаю может я конечно чего-то не понимаю но как можно 60 евро у людей брать просто за кусок земли и сейчас мы поговорили с местными кемперами они говорят здесь вообще только можно в кемпере спать на улице нигде нельзя спать где мы хотим нельзя спать и типа может быть вас не будут проверять потому что у вас легковая машина но все равно есть риск что короче говоря могут приехать проверить и разбудить посреди ночи разбудить еще ладно могут еще оштрафовать потому что здесь в Европе у них большие штрафы есть в странах в этих местах где нельзя спать если кто-то спит то штрафуют за это и я сейчас посмотрел то ли из-за того что сезон то ли еще что-то хостелы тоже так же как в Барселоне начинаются от 60 евро просто что-то невероятное ай много еще туристов англого ну да с Европы много приехало туристов вот здесь тоже какой-то лагерь палаточный и вот люди спят в этих палатках и платят за это большие деньги и прям тащатся удовольствие получают я не знаю конечно по ходу дела Словения это не очень хорошая страна для кемпинга красивая но не да и скорее всего мы просто завтра уедем в другое и все у нас сегодня утро было в таких горах на высоте 1200 метров мы переночевали возле горнолыжного курорта там они тоже сделали кемпинг прям возле горнолыжного курорта прям вот так на траве на дороге на земле прям рядом с трассой и сами везде расклеили наклеечки типа кемпингом стоять здесь нельзя типа здесь только в определенных местах специальных кемпсайтах и сами сделали этот кемпсайт 30 евро короче с машины ну за двоих и в общем мы поспали там где захотели поспать и поехали дальше вообще вот уже второй день в Словении и у меня складывается такое впечатление что Словения во-первых очень красивая страна но вообще крайне не гостеприимная то есть ну по крайней мере не такая наверное гостеприимная как Грузия или как как Турция то есть она такая какая-то зажатая не знаю все у них здесь как-то вот палатки ставить только здесь а может быть это конечно связано с безопасностью типа потому что здесь какие-то дикие животные могут напасть там или еще что-то но не знаю мне кажется это просто все про коммерцию и просто чтобы люди налоги платили чтобы люди платили за кемпинги и чтобы ну там конечно у них как бы туалеты души естественно они на это как бы деньги какие-то тратят там электричество но за электричество вы все равно будете отдельно платить но в любом случае так или иначе у людей всегда должен быть выбор альтернатива потому что многие люди они путешествуют ну несостоятельные люди вот мы встречаемся на стоянках с венлаферами с разными бывают люди которые не могут себе допустим позволить даже 30 евро за сутки платить а здесь вот они пишут типа вы должны только здесь спать а вот человек приехал посмотреть допустим Словению или мимо транзитом просто проезжает через эту страну одну ночь ему здесь надо переночевать она очень маленькая и вот они пишут что типа нет только компсайт и все и парковки тоже 3 евро в час и круглосуточно бесплатных часов вообще нет ну мне кажется вот это все говорит о том что страна не гостеприимная например потому что мы вот сколько ехали по Испании там было много городов в которых прямо вот на подъезде и на выезде из этих городов специальные отведенные места ну там как бы без удобств ну там все создано то есть специальная площадка такая отведенная и туда могут кемперы заехать могут любые люди заехать палатки могут поставить еще что-то могут сделать то есть почему Испания допустим себе может это позволить а Словении нет вот вопрос но мы конечно сейчас поедем еще в сторону Любляны если там никаких препятствий не будет потому что здесь нужно покупать виньетки и тоже много платных дорог и если вы без виньетки на платную дорогу заехали штраф 800 евро поэтому будьте очень осторожны с этим я не знаю как у нас тоже соотечественники мы встречались с ними пытали как они проехали без виньеток может они конечно покупали виньетки ну в общем короче говоря мы сейчас потихонечку поедем если там получится проехать заедем может быть в Любля но если там никаких зон нет потому что в каждой стране свои правила и в каждой стране свой монастырь и естественно нужно понимать что как где работает за что как где нужно платить а они эти копейки стоят там по-моему 100 евро в год стоит эта виньетка это очень мало на самом деле для того чтобы ну за платной дороги просто если вы заезжаете сюда на один день естественно вам смысла ее нет покупать там минимум по-моему на неделю 15 евро стоит ну в общем мы сейчас пока по горам здесь по бесплатным дорогам наслаждаемся красотами но у них здесь тоже вот такие дороги бывают в горах разбиты между прочим здесь конечно очень красивые пейзажи такие природа красивая ну вообще круто все просто вот нужно понять как здесь останавливаться где здесь останавливаться еще вот мы когда по лесу едем там такие ответвления влево вправо маленькие дорожки ну видимо для того чтобы там лес там пилить вывозить деревья такие ответвления по лесу и везде где эти ответвления везде написано что автодомам въезд запрещен кемперам въезд запрещен у нас как бы легковая машина мы везде можем проехать но в любом случае то есть сейчас идет тенденция на то что многие люди именно путешествуют на кемперах они хотят все свои вещи с собой возить им удобно у них там посудка своя какие-то специи свои в холодильнике продукты свои они не хотят может быть по отелям ходить они хотят может быть вот приехать рядом с достопримечательностью встать погулять там потом пойти вернуться в свой кемпер и поехать дальше но на самом деле это очень удобно когда вы долго путешествуете может быть люди не хотят путешествовать а здесь они прям принудительно вот вам нельзя вы должны только в кемп в кемпсайтах в специальных отведенных местах для кемпинга а кемпинги эти все забиты битком то есть это еще хорошо что там место будет а если места не будет о смотрите фазаны или это вороны но фазанов я тоже здесь видел прям на дороге фазан был вот деревенька такая сорика парковка кстати наверное на вот этой парковке можно было бы остановиться и поспать никто бы не сказал ничего скорее всего то есть есть такие места и нужно понимать где куда вы можете заехать где вы можете встать но если это какое-то озеро какая-то достопримечательность то там скорее всего все нафиг перекроют а мы как раз заехали со стороны Италии там эти озеро за озером и туристические места и мы едем везде стоянки 3 евро час везде непонятные кемпинги какие-то но я могу за 60 евро остановиться в отеле чтобы вы понимали зачем мне ваш кемпинг красиво просто как-то невероятно красиво фотокарточку сделать звучит разговор славянский славянский радио какую-то общую мысли я могу ловить но не досконально с каталонской владой которая должна защитить их правила правила до того что на пляже свободны и нас прощени без радоведных очей упрятых ванья она говорила про пляж в Испании что там нудисты купаются и в общем что то с этим связано наверное потому что много интернациональных слов а чисто славянские славян славянские вот эти слова когда мы читаем мы их понимаем многие ну не многие какую-то часть а вот когда они говорят у них видимо произношение какое-то другое и может быть когда оно написано оно будет понятно а когда они скажут может быть будет непонятно но всего лишь 2 миллиона человек говорит на этом языке здесь поэтому я даже не знаю стоит заморачиваться его учить или нет и вот сколько мы едем все у них вот так вот чистенько аккуратненько заборчики все-все прям вот именно по-европейски вот так вот прям по-немецки по-европейски даже в Италии в Греции такого не было наверное даже ну в Испании вот мы ехали мы там как-то себя спокойно чувствовали она там пошире и там можно было делать что захочешь а здесь вот как-то не знаю в общем едем мы и сейчас будет видно что будет дальше еще одна деревенька очередная видите видите как все вот у каждого свой заборчик причем заборчиков нет но территория отмечена четко и понятно что это как бы чужая территория и как бы туда никто не заходит но а заборчики такие чисто символические нету таких клеток решеток как в Италии я думаю здесь криминала тоже особо нет это старый город старая деревня поэтому все так узко когда строили еще не было машин в то время поэтому дорог не было здесь на лошадях люди скакали ну вот парковка что там написано вроде бы можно парковать ну опять же я не знаю можно или нет вполне возможно что можно было встать прям под навесом встать и по ночи переночевать там то есть нужно понимать вот турист инфа это вот такая штучка вы туда всегда можете подойти и сказать вот там у вас навесик можно мы под навесиком встанем поспим сегодня завтра уедем они вам все скажут либо можно либо нельзя вот это кстати последствия по-моему наводнения здесь очень сильное было наводнение и многие дороги поразмывало мосты многие смыло да какая-то пробка да вон там вон дорога ее ремонтируют и скорее всего мы не сможем туда проехать никого не пускают мы хотели здесь объехать а здесь все закрыто вот это как раз таки чего я и переживал то что вот дорога закрыта они ее там ремонтируют или еще что-то делают мы мы вчера объезжали мы вчера объезжали вон там через гору такой сильный большой объезд сделали думали здесь проедем и вот машины едут и едут если сейчас нас не будут пускать будет здесь затор дорога закрыта и откроется она только через час меня вот удивляет вот эти вот туристы как они радуются как им весело как они вообще подоставали стульчики сейчас будут стоять загорать здесь я думаю наши давным-давно по вот этим зеленым полям бы куда-то в объезд или по речке бы поехали еще не знаю бы как ну никто останавливаться бы конечно не стал а здесь все спокойно стоят ждут скорее всего это вот размыло дорогу когда были наводнения и они ее сейчас просто ремонтируют здесь течет речка рядом прям вода прозрачная и по-моему ягодки мои любимые растут не знаю точно вот они достали стол стул все у них прикник это с одной стороны хотелось поехать конечно дальше потому что неизвестно сколько там еще будет этих закрытий дороги приехали в одну деревню смотреть замок тоже такие же разбитые дороги люди тоже так паркуют на газонах машины у себя во дворе а здесь отель какой-то есть ну и вот собственно дома вот так выглядят чем-то похоже на наши панельки намного приличнее конечно но сходство есть речка рядом течет все равно наверное с нашим менталитетом тяжело жить в Европе тяжело адаптироваться в таких местах архитектура сильно похожа на российскую на нашу вот тоже церкви такие купола а из дерева тоже много балясины тоже такие мост вода прям кристально чистая ну культурно все очень культурно жизнь течет своим чередом это это какой-то небольшой такой городочек средневековый один из самых лучше сохранившихся старый центр на машинах нельзя проехать потому что да шкофи лока лока да что-то вот улица видите написано на русском и вот таких вот слов много которые мы понимаем вот у них здесь растет на стене виноград а это какая-то либо парковая какая-то зона либо прогулочная какая-то и никто этот виноград не рвет люди спокойно ходят гуляют нужно по-моему подниматься наверх высоко чтобы этот замок увидеть фотографировать нельзя ну раз фотографировать нельзя мы не пойдем так-то туда что я могу сказать обычный замок вот такой да ну ничего особенного я думаю уже современный какие они здесь перила сделали кованые чтобы подниматься к замку вроде как даже на машине можно подъехать сейчас посмотрим сколько вес вход стоит вид открывается красивый да сюда можно прямо на машине приехать так он выглядит здесь есть парковка и вот написано с понедельника с по пятницу для музея ну вот я в целом понимаю что они пишут то есть если в музей приехали можете припарковаться туалет здесь есть кафе ну культурно очень культурно посмотрим сколько стоит сам замок посмотреть вроде как бесплатно вот так выглядит замок изнутри здесь примерно 2 метра толщина стен сейчас они здесь проходят проводят выставку короче каких-то здесь кройки и шитья выставка и бесплатно можно зайти посмотреть там еще есть музей ну в целом замок вот так выглядит мне подсказывает что его относительно недавно построили я думаю где-то 200-300 лет максимум назад он был построен а здесь еще построили кафе и ресторан с этой стороны но я думаю это правильно чем он будет стоять пустой лучше пускай здесь будет какой-то кафе и ресторан это вот сад замка огород ну я же говорю много понятно и прям полностью можно обойти а вот флаг Словении то есть вот он похож на российский только за исключением того что там герб еще есть какой-то печать такая в 19 веке оказывается его уже построили видимо он прошел реконструкцию то есть ну здесь и пластиковые окна естественно и наверное они его просто штукатурили поэтому он так выглядит собственно уже современно вот вход вот этот мостик который открывался поднимался архитектура архитектурный стиль он очень похож на то что мы в России видим с вами на то что такое ближе к нам и это не такое средневеково как у нас вот и как здесь собственно поэтому я думаю не знаю даже будет вам здесь интересно или нет но мы еще плюс ко всему в Европе самой носитель с уже всякими разными замками как-то не очень нас здесь вот это все восхищает не знаю почему даже но я был как бы в Чехии в принципе там все наверное то же самое и здесь язык тоже очень похож чешским чехословацким и поэтому наверное мы будем уезжать вообще из этого города и из этой страны поедем в Венгрию потихонечку а здесь по моему проходит часть маршрута вот этого да камин до Сантьяго на велосипедах причем еще здесь она тоже проходит думал вчера были пробки из-за того что в общем праздник из-за того что все поехали на озеро купаться оказывается у них сегодня здесь вот они затеяли теперь открылись затеяли ремонт дорог либо это последствия наводнения и вот мы едем по бесплатным трассам вот по таким небольшим и они все стоят то есть там реверсивное движение сзади мы быстро проехали а навстречку несколько километров очередь поэтому мы сейчас приняли решение объехать Любляну по краю заезжать туда не будем там еще целая куча платных дорог на которые без виньетки нельзя заезжать и вообще я не знаю наверно там нечего делать поедем дальше возле Любляны еще вот такой тоже замок интересный ну и в общем там остатки замка и такая ветиватая дорога идет возле каждого поворота какая-то смотрелка или там молиться можно непонятно что в общем не знаю я вот мы едем второй день уже и мне кажется Словении это больше вот приехать на пикник куда-то на природу что-то такое здесь посмотреть водопады реки озера ну вот вчера мы смотрели Блецкое озеро там просто битком было все забито туристами везде платные парковки тоже не очень интересно озеро красивое все но стоять вот так в очереди причем они так покорно стоят ждут как будто бы для них это нормально я думаю мы будем потихоньку выдвигаться в Венгрию может быть там будет больше достопримечательности потому что я сейчас вот походил по этому городу Лака и даже не захотел в Любляну ехать не знаю почему может быть это конечно неправильно было сделано ну в общем мы едем дальше я думаю мы уже сегодня вечером в Венгрии будем зажато как-то все тесно зажато простора нет и даже между городами о 700 метров впереди лягушки будут прыгать смотрите лягушку не задавите между даже городами какими-то вот между селами все равно что-то есть нету такого что вот ехать долго куда-то далеко чтобы ничего не было такого обязательно будет каждый 10-25 километров что-то встречаться какие-то дома поселения еще что-то ну природа конечно очень красивая они так трепетно прям за ней ухаживают все у них так аккуратненько четенько так все мусора вообще нет дома тоже красивые просто приехать проехать вот так порадовать глаз да можно но не знаю достопримечательности как правило каких-то здесь интересных прям супер мы не заметили горы очень красивые особенно вот там где мы проезжали где мы заехали со стороны Италии там просто невероятно красивые горы одна пробка мы уже не знаем как как объехать все эти пробки все эти ремонты и ну вот здесь вот навигация нам показывает нам ехать 200 километров 4 часа я не знаю это по трассам то есть по бесплатным трассам такого в Турции вы вообще никогда не увидите я думаю это конечно связано с тем что ну может быть здесь дороги размыло или может быть еще что-то я уже не знаю я уже думаю купить коктейль или детку по интернету вот так вот стоять это просто вообще никуда не годится часами просто вот никуда не деться никуда не сдвинуться и все стоят туда стоят сюда стоят сколько вот мы едем второй день уже вся Словения вот так вот стоит и я подозреваю что платные магистрали там по сути наверное то же самое просто там вы если туда заедете вы даже съехать никуда налево направо не сможете отдохнуть там или в туалет или еще что-то потому что там остановка запрещена а здесь вот люди тоже стоят классно все красиво конечно яблочки вот так вот растут прям прям возле дороги никаких заборов у людей нет поля там кукуруза еще что-то страна конечно очень красивая но она то ли тесная то ли еще что-то непонятно как-то вот не по душе что-то вот здесь не так я не знаю может быть это из-за того что вот такие пробки здесь и может быть это временное явление может быть это из-за наводнения или еще из-за чего-то но я вот почему-то хочу ехать потому что я не люблю вот в таком пространстве быть замкнутом когда меня что-то сковывает мне некомфортно становится автоматически у нас здесь прошел дождик ну в общем сколько мы едем столько вот такие здесь ландшафты зеленые я думаю здесь осадки бывают часто и поэтому у них много зелени очень плодородная почва но удивительно то что вообще домашнего скота вообще никакого нет на улицах на полях видимо они это все собирают срезают и там потом уже где-то в хлебу или еще где-то где эти животные находятся на скотном дворе они там их кормят уже на месте а вот так вот на полях вообще нет ни коров ни кост никаких нет ни лошадей ничего как-то как-то все зажато все вот как-то закрыто все вроде бы поселение есть ну не знаю особенно вот в этой части где мы проезжаем возле Альп возле Австрии возле Венгрии как-то вот так у них то что территория побережья там небольшая полосочка у них есть там говорят что там более такое итальянское настроение более они там разговорчивые более другой менталитет другие люди и и даже съеста есть и еще говорят что не понимают друг друга ну из-за исторических особенностей и вот та часть которая на берегу я туда не поехал это была территория Венеции то есть где вот мы с вами были Венеция кусочек остался это были все венеации то есть территории и площади это все прям отлежало в Венеции государству Венеции здесь вот такие вот леса поля просто трава растет просто деревья растут и вот такая вот дорога между двумя какими-то городами деревьями и рядом здесь проходит А1 но это платная магистраль нужно покупать и не едку если у вас или нет то будет штраф поэтому мы по таким городам едем я думаю мы не намного дольше будем ехать по времени скорее всего может быть чуть чуть дольше но по расстоянию примерно одинаково красиво конечно красиво но не могу понять чего-то вот не хватает вот чего-то не хватает наверное не хватает как-то какого-то кипиша людей туристов каких-то как-то чтобы здесь это все ну наверное негостеприимная страна конечно Океан и здесь очень много выращивают хмеля это такая штучка которая растет вот у нас в Алма-Ате везде с такими типа трава с такими шишечками и в общем они прям здесь плотно выращивают его очень в больших количествах кукурузу выращивают яблоки всякие и вот этот хмель я думаю они из него потом пиво варят или еще что-то делают нигде не видел вообще по миру чтобы прям вот в таких масштабах это прям полями выращивалось он высоко может вырасти это типа как такой типа такой сорняк вьющийся и вот он растет шишечки такие это а у них здесь это все на поток поставлено полями просто полями и такие высокие 6 метров может быть выше даже на 10 метров ну не меньше 6 метров точно ну да они вот чехии и видимо словенцы они уносятся по пиву и делают пиво потому что здесь Австрия рядом вот эти вот страны которые уже виноград не выращивают из-за ландшафтов здесь они могут себе позволить вообще на самом деле все что угодно но наверное виноград не будет здесь расти сейчас же рассказываю что в этом происходит вина ну и вино тоже где-то там на берегу наверно где каменистая почва пиво напились теперь жгут мы приехали в город сельдже и здесь есть вот такой вот замок old castle старый град сельдже старый град сельдже здесь еще помимо этого есть трекинговые маршруты ну и вообще много всяких разных активностей для велосипедистов домик на дереве есть вот магистраль они прям так нарисовали все красиво и естественно вход платный семь евро стоит я думаю мы уже наверное не пойдем потому что мы так насмотрелись на эти замки на все и даже времени охота там тратить может быть сейчас просто здесь погуляем и поедем дальше потому что нужно ехать дальше здесь можно припарковаться поспать потому что нет никаких ограничений никаких знаков нет и почти все машины с туристическими номерами я еще возле замка проходит трекинговый маршрут такой ну на самом деле замок одиннадцатого века но он был свое время уничтожен сожжен и его недавно реконструировали их еще в словении здесь можно на номерах писать все что угодно вообще обычно идет герб города и ну первые две буквы города вот си это наверное вот этот город как раз где мы сейчас а этот человек себе написал подъезжаем границы с венгрией здесь у них уже меньше гор такая равнинная местность попадаются периодически замки но они вот так выглядят у них просто белые стены и красная крыша и все такой типа большой дом а еще мост есть вот такой вантовый через реку драва он состоит из нескольких опор здесь но все равно тоже красивый мост изящный такой из бетона и стали сделан стальные тросы поддерживают полотно за счет этого им удалось сделать такой это достаточно современный мост уже вот вся словения она вот так вот едете едете постоянно какие-то деревеньки постоянно что-то интересное где-то люди живут где-то поля где-то еще что-то ну какой-то кипиш происходит дорога здесь у нас проходит рядом с Хорватией и здесь на самом деле все близко очень в Европе по сути всю Словению можно за несколько часов проехать по автобану и оказаться в Венгрии или в Австрии или в Хорватии в Хорватию мы можем тоже вроде бы заезжать летом даже без визы но мы выбрали путь через Венгрию потом через Румынию и в общем в Болгарию и из Болгарии в Стамбул а вообще можно было через Хорватию там еще какие-то есть страны которые мы можем посещать на 30 дней мы там можем в каких-то странах останавливаться без визы и оказаться в Греции можно было по сути но я думаю этот раз мы так проедем потом может быть по-другому вот еще один замок проезжаем это уже в следующем Сильвине и они у них здесь все эти замки по одному стилю построены сейчас за домами будет видно вот его башни торчат стены желтые стены и коричневые ну как будто бы просто дом может быть они его так отремонтировали конечно потому что у них многие замки сейчас используются под мероприятия под всякие что-то концерты они там проводят еще что-то еще что-то в основном все в частном владении замки не так как раньше было один замок на всех мы сейчас вот здесь проезжаем и собственно вот эта речка и вот с правой стороны это уже граница с Хорватией на расстоянии километра совсем рядом видимо речка она как граница да да и город гормош ну армош это славянский город да ну вот прям вот через реку можно пешком ходить в Хорватию через речку можно переплыть и соответственно уже Хорватия но Хорватия она не входит в Евросоюз там там у них своя система но мы можем летом в летнее время суток можем приезжать на месяц без виз и соответственно мы бы сейчас могли бы там оказаться при желании здесь тоже уже много лет никого нет ни на той границе ни на этой видимо с основания вот как они и закрылись в какой-то момент и перестали работать и все прям в старые здания как будто стоят как будто бы напоминание о том что когда-то здесь граница была все вот мы собственно на территории Венгрии мы купили виньетку чтобы можно было ездить по платным магистралям вы когда сюда только въезжаете вы можете еще ездить здесь какое-то время по бесплатным но вот сейчас навигация поведет по платной магистрали а нет правильно вы не можете иначе никак вы как только въезжаете все сразу автоматически здесь возможно вы как-то можете съехать без оплаты до виньетки где-нибудь может вот здесь направо уйти или еще где-нибудь да скорее всего где-то вот здесь можно уйти направо и уехать там потом огородами но в основном в общем в целом вы попадаете сразу в этот на платную магистраль нет скорее всего это еще не платная магистраль хотя не знаю я не знаю в общем мы за 15 евро купили эту виньетку на 7 дней да? на 10 на 10 дней можно ездить по любым платным дорогам ну по любым видимо дорогам здесь можно ездить и скорее всего так будет быстрее наверное не знаю ну наверное да если здесь дороги вот такие платные то бесплатные наверное они еще хуже и лучше поэтому в общем сейчас посмотрим короче мы заехали я не знаю на платную или бесплатную она выглядит вообще честно говоря как бесплатно и здесь все венц короче деньги здесь местные венгерские здесь можно где-то в евро платить но по-моему не везде и короче нам сейчас предстоит понять что сколько стоит вообще здесь такие извините меня дерьмовые дороги вообще бесплатные так хорошо что мы купили этот пропуск я еще стоял думал покупать не покупать его и в общем мы сейчас едем до трассы до платной вот по такой вот дороге ухабистой здесь и волна и латки и вообще все все на свете и стиральная доска вообще все в одном но я сразу и россии в казахстан здесь вспомнил все на свете в общем мы сейчас самый короткий я промежуток самый короткий маршрут выбрал чтобы выскочить на трассу платную и уже потом наверно мы получше поедем ну вот такие у них здесь дома есть такое ощущение что в российскую куда-то деревню заехал венгрия вот она вам пожалуйста европа и здесь у них уже местная валюта как кроны они называются или как ну короче как то вот так же люди форин также люди вот так вот бегают с мечами на улице как будто российская какая-то деревня или украинская я не знаю вообще ничего общего со Словенией вообще нет здесь вон лавки не знаю куда вот люди гуляют по улицам с сигаретами девчонки да как будто Россия село какое-то или Россия или Украина вот мы сейчас едем возле леса вернее лес у нас с обоих сторон а вот с правой стороны огорошено сеткой по всей видимости либо олени либо еще кто-то может оттуда выскочить внезапно наверное еще по этой причине запрещен кемпинг вообще где попало но здесь вообще никого нет ни туристов вообще никого и вот просто лес и забор не знаю сколько нам ехать в общем сейчас мы доедем до трассы до магистрали я вам там покажу конечно ландшафты изменились кардинально туманы какие-то появились какие-то поля трактора еще что-то реально вообще абсолютно другая страна не знаю каким образом она входит в евросоюз валюта своя все свое посмотрим что в будапеште будет я вот так вот обозначается там написано виньете матрика м70 и вот матрика виньете в общем не получится мимо проехать сразу увидите несколько раз они пишут вот уже третий раз там еще четвертый раз сразу увидите что на платную дорогу заезжаете оплатная магистраль она конечно намного лучше и здесь можно и побыстрее ехать и в общем плюсов намного больше но вы просто пролетите так всю страну от города к городу от каких-то точек к точкам это если вы не хотите изучать прям досконально и что-то мне подсказывает что вот эти вот дороги магистрали платные это строили ну не не местные по заказу может быть кто-то Германия или еще кто-то строил или еще из какой-то страны потому что вот мы ездили в Словении и вот здесь тоже в Венгрии в Греции во всех этих странах видно какие у них дороги то есть как бы ну вот такие вот обычные простые и какие магистрали какие они какие они широкие какие они гладкие ровные и как по ним ездить можно какая инфраструктура хорошая и что-то мне подсказывает что эти дороги ну кто-то построил из стран Евросоюза и 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